Приветствую вас. Я думаю, ясно, что вам нужно спросить себя вот о чем. Вы говорите в первую очередь, что я не хочу терять мужчину и разрушать отношения. Вот в первую очередь, что интересно, что вы имеете в виду, говоря об этом? О том, что не хотите терять его и рушить, как вы говорите, отношения. Что вы имеете в виду? Про потерю чего именно вы говорите? Про потерю кого именно вы говорите? И, собственно, может ли потерять человека, который является твоим? Ярно говоря, для меня несколько логатков. Встречаюсь с молодым человеком 5 сентября на протяжении 6 месяцев. На второй месяц отношений он стал часто у меня оставаться несколько дней, на выходные имею до работы. Ну вот, что значит стал часто оставаться? Вы ему либо позволяли это делать, либо нет. Если вы позволяли, значит, ну так это и есть, что я позволял ему оставаться. Почему я позволял, на каких условиях я позволял это делать, вот, и так далее. То есть это всё очень такая вот достаточно важная ситуация. А пока что, пока что, пока что, ну, я не могу сказать, что это прямо вот что-то такое определённое от вас идёт. Да, раз вот, есть его позиция, да, позиция мужчины, есть то, что он хочет, но нет абсолютно или практически нет того, что хотите вы. И нет какой-то такой вашей позиции. Продлилась это около двух недель, и он уволился уже почти 4 месяца, он без работы. У меня ребёнок работает за правительный минимум. Ну, опять же, здесь очень важно, какую позицию вы занимаете по отношению с мужчиной к мужчине, понимаете? То есть, если вы позволяете ему так с вами жить и всё такое, то он, соответственно, позволяете. Идея здесь в чём? Идея здесь в том, что мужчина по какой-то причине посчитал, посчитал, именно посчитал, что может, что может жить за вас всё. И вот вам нужно задать себе вопрос, а почему он так пошёл? А не потому ли, что вы боитесь его потерять? Такой другой вопрос, а почему вы боитесь его потерять? Вот вы пишите, не пьёт, с руками, внимателен, побочится она, как парень хороший. Тут же приходит на ум следующее. А где отец ребёнка? Почему он не платит алименты? Он должен это делать. Вы обязаны ввести с него алименты. Почему он не платит алименты? Отец, я имею в виду, почему не платит алименты? Вот. Как ваши отношения закончились с отцом, ребёнком? Что там было, что происходило? Происходило ли что? Что-то нужно исследовать. В обязательном порядке. Только так мы можем понять, что с вами происходило. Только так мы можем воссоздать всю ситуацию, всю историю, всю этимологию и дать вам какие-то рекомендации. А вот, значит, заботиться о нас, пишите вы. О ком о нас? Понятно, что у ребёнка и лично о вас, но здесь я вижу личные проблемы с личными границами. Вот. Вот вы пишите, подскажите как быть, что при что. Вы здесь находитесь в какой-то такой позиции жертв. Точнее, вы гораздо таки без своей позиции находитесь. К сожалению, вот как мне это видите, вы находитесь без своей позиции. Своей позиции, а своей как будто бы нет. Вот. То есть просто как быть? Как быть, чтобы что? Разобраться в себе, один момент. Гармонизировать отношения, другой момент. Я думаю, что идеально было бы вам вдвоём обратиться на психотерапию и обсудить все проблемы. Кстати, а что вы говорите своему молодому человеку? Если он так внимательный, хороший и прочее. Почему вы не говорите, если вам тяжело? Если говорите, как он реагирует на это? Знаете? Есть, скорее всего, двойное дно. Например, двойное дно проявляется в сценарии, матушка Хабарт, который вам обязательно нужно почитать в интернете. Почитайте. На этом всё. Надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.